Сотрудники МЧС информируют, что не занимаются коммерческой деятельностью и продажей какого-либо противопожарного оборудования, и уж тем более никогда не берут денег у граждан за свою работу. Также специалисты главного управления МЧС России по Владимирской области обращаются к руководителям торговых центров и других объектов. Зачастую мошенники, представляясь сотрудниками МЧС, могут заявлять о проведении каких-либо проверок, при этом запугивать, шантажировать и даже вымогать деньги. Просто так на объекты никто не приходит. Сперва в главном управлении МЧС издается распоряжение о проведении проверки противопожарного состояния того или иного объекта. В распоряжении в обязательном порядке указываются цель проверки, предметы и должностные лица, которые будут ее осуществлять. Копия распоряжения доводится до юридического лица в случае плановой проверки за три дня, в случае внеплановой за сутки. Сотрудники главного управления посещают объекты как жилого назначения, так и объекты экономики. При этом это связано либо с надзорной деятельностью, либо с профилактической работой. В любом случае инспектор предъявляет служебное удостоверение, представляется, называет фамилию, имя, отчество, должность. Так вот, в первую очередь нужно попросить представиться лицо, проверить служебное удостоверение. Эту информацию можно проверить через телефон доверия главного управления. В связи с участившимися случаями мошенничества жителям региона рекомендовано проявлять бдительность и осторожность. О случаях мошенничества следует сообщать на телефоны полиции 02 с городского, 102 с мобильного или на телефон доверия главного управления МЧС России по Владимирской области, 39-99-99.